Бисумья, аль-хамду лиллах, салата ас-саламу аля Расулиллах, аля али и ас-схаби, аману аля мабаб. Следующая глава в Китабу Салам называется Бабу-ль-Имама, глава об имамстве. Говорит Хадзе Бабу, юз каруфи адабу-ль-имаму-ль-мамум. В этой главе упоминаются те адабы, те нравственные качества, которыми должен описываться имам, а также тот, который стоит за имамом в намазе. А также то, что обязаны делать каждый из них двоих, и то, что желательно для них. И в нем также, то есть в этой главе имеется ввиду указание на связь между имамом и между тем, которые стоят за ним. И говорит, имамство является божественным порядком, то есть установленным от Всевышнего Аллаха. Говорит Всевышний Аллах, спону аля, направляет нас этим своим порядком и этим своим установлением к великим целям. Ва-агдаф-самия. Такой же перевод, агдаф-самия, то есть великие цели. Минхусни-таа, как, например, к тому, что человек привыкает посредственно этого подчиняться. Ва-лихтида бил-куват фима-ватан аль-джигад. И это способствует тому, что когда наступает время джигада, он уже привык к тому, чтобы подчиняться правителям или подчиняться командирам. Ва-минхусни-н-низам, ва-та-абия, лил-а-амал, аль-аскария. Говорит, а так же приучается человек к хорошему порядку и к тем деяниям, которые обычно совершаются в войсках. Ва-ль-харакат, аль-харбия. И в действиях военных. Ва-мин-тааууд, а-ля-ль-муаса, ва-ль-мусава. Говорит, и так же к тому, что человек привыкает посредством этого к равности друг с другом. То есть к тому, что верующие равны друг другу. Хай-су-я-кифу-сагир-ма-ал-кабир. Ведь в одном ряду встают и взрослый, и ребенок. Ва-ль-гани-ма-ал-фагир, а так же богатый вместе с нищим. Ва-шариф-ма-ал-вады, а так же почетный, благородный вместе с униженным. Или с тем, который не обладает такого почета. И ла-гэри-далик-эмин-асрарин, тафут-уль-хаср. И другие великие секреты и великие мудрости, которые есть в этом постановлении, которые тяжело сосчитать. И вместе с этим, самая великая цель от этого, то есть от главы имамства, и от того, что в намазе необходимо следовать за имамом, самая великая цель от этого, наилучшее поклонение Всевышнему Аллаху. И необходимость смиряться перед Всевышним Господом. Говорит, 72-й хадис в нашей книге. Ан-Абихурейр, это радия Аллаху ан-ху. Ан-Анабия, салаллаху алисаляма, каль. Приходит от Абихурейра, салаллаху ан-ху, о том, что пророк, салаллаху алисаляма, сказал. Амайяк шаллевиярфау ра'саву кавлен имам. Неужели не страшится и не боится тот, который поднимает свою голову до имама, то есть имам еще все еще, например, в поясном поклоне или в земном, а этот человек уже поднимает свою голову с поясного или земного поклона. Неужели человек не боится того, что Всевышний Аллаху салаллаху превратит его голову в голову осла? Или превратит его образ в образ осла, то есть образ его лица превратит в образ осла. Этот хадис приходит у Бухарии муслима. Что в этом хадисе? В этом хадисе указание на угрозу тому человеку, который опережает имама в действиях намаза. И называние его чем? Или устрашение его тем, что его голова может превратиться в голову осла. Почему? Потому что осел описывается качествами тупости и глупости. И также человек, который поднимает голову раньше имама в поясном или земном поклоне, то есть он не добивается этим ничего полезного. Почему? Потому что все равно раньше имама он из намаза не выйдет. Так или нет? То есть насколько бы он не пытался опередить имама, все равно раньше имама он из намаза выйти не сможет. Соответственно, это его действие является проявлением его глупости. И в этом сходство человека со словом. В этом случае. Говорит Гарибуль-Хадис. Каков или какие непонятные фразы или слова есть в этом хадисе? Ама. Что значит ама? Во фразе ама яхшаллах. Говорит яхав. Ама сказал об этом слове о шаукане. Ама мухафафа. Ама приходит без таждида. То есть не ама, а как? Просто ама. Харфу истифтахин. Это предлог или это частица, которая используется при начале какого-то предложения. И основа этой фразы отрицательная ма. Ама, то есть неужели не? Говорит. Перед ней встала хамза, которая используется для истифама, то есть для задавания вопроса. Неужели? Ама неужели не? Говорит. И здесь под задаванием вопроса имеется ввиду таубих, то есть опозоривание или порочение. Неужели не устрашиться? То есть необходимо устрашиться тому, кто делает так-то, так-то, что Всевышний Аллах поступит с ним так-то и так-то. Говорит второе непонятное слово яхша. Что значит неужели не устрашиться? Яхша я не ахав. Неужели не боится? Вальмана фалехав. По словам неужели не боится? Смысл этой фразы, то есть должен бояться. Пусть боится. Потому что цель город от истифама, от задавания вопроса. У нас здесь. Указание на запрет. Поднимать голову раньше имама в каком-либо из действий намаза. Вот это ясно или нет? Значит фраза Ама яхша неужели не боится? Можно перевернуть ее и понять ее в том смысле, что фаль яхша или фаль яхав. Пусть страшится. Пусть боится тот, который делает так-то, что будет так-то. Таир. Аль-Мана аль-Иджмали. Какой вообще смысл этого хадиса? Инна маджу'илал имаму фиссалла льюкта даби. Говорит имам в намазе установлен для того, чтобы люди следовали за ним в действиях намаза. И чтобы они повторяли за ним. Би хейзу татау танаккулятал ма'мум бада танаккулятихи. Так чтобы танаккулят. Что такое танаккулят? Я танаккалю. Перемещение. Так чтобы перемещение ма'мума, то есть того, кто за имамом, бада танаккулятии. Следовали после перемещения имама. И таким образом будет притворена в жизнь аль-мутаба. Следование за имамом. А если же тот, который за имамом, ма'мум, опередит имама в каком-то издействии намаза, то фатат, то есть упускаются, те цели, которые требуются от имамства. Поэтому пришла эта суровая угроза относительно того, кто поднимает свою голову до имама. А угроза эта заключается в том, что Всевышний Аллах С.А. угрожает такому человеку, что он превратит его голову в голову осла. Или превратит его образ, или вид его лица в образ осла. Так что, ямсах. Ямсах это изуродование. Так что изуродуется его голова из самого благого образа. Самый дурный образ. То есть образ осла один из самых неприятных образов для человека. Это как наказание этому органу тела. Аль-Абу это что такое орган тела? То есть в голове. От которого произошло это поднимание раньше имама. Говорит, какое разногласие у ученых есть в тех вопросах, которые берутся из этого хадиса. Во-первых, говорят ученые, единогласны в том, что запрещено человеку опережать его имама в намазе. Почему? Потому что пришел вот это, или пришла вот эта суровая угроза. Но ученые разошлись во мнении. Если человек намеренно, без уважительной причины, опередил имама в намазе, портится ли его намаз и становится ли он недействительным? В этом вопросе два мнения. Первое мнение, которое принадлежит большинству ученых, что намаз такого человека не становится недействительным. И второе мнение, которое придерживался имам Ахмад, которое он высказал в своем послании, которое называется Ар-Рисаля. Нет у того, кто опередил имама намаза. То есть тот, который опередил имама, его намаз недействительный. А сподвижники имама Ахмада, то есть ханбалиты, говорят, Если кто-то опередил своего имама, хотя бы на один столб, то есть столб намаза, как, например, поясной поклон или земной поклон, то он обязан вернуться, то есть куда? Обратно должен вернуться. Для того, чтобы заново совершить этот столб после своего имама. А если человек не вернется намеренно, намеренно останется в его положении так, что его имам его догонит, то есть совершит то же самое действие, которое он уже совершил, тогда его намаз становится недействительным. Это мнение кого? Это мнение ханбалитов. То есть получилось уже третье мнение в нашем вопросе. Первое мнение, мнение большинства заключается в том, что намаз действительно в любом случае. И мнение имама Ахмада, что намаз недействительный в любом случае, и мнение ханбалитов, то, что намаз действительно, если он, человек этот, опередивший, заново вернулся в его положение, обратно в то, в котором находится сейчас имам. Если он успел вернуться, пока имам его не догнал в этом положении. И правильное мнение, это то мнение, которое упомянул имам Ахмад в своей книге Ар-Рисаля, то, что одно лишь намеренное опережение имама в намазе уже делает намаз недействительным у этого человека. И это мнение, которое выбрал Шейху Ислам Ибн Таймия. То есть намаз становится недействительным не у всех людей, и не у имама, а у кого? Вот у этого, того, кто опередил имама, имеется в виду. То есть, чтобы никто не подумал, что намаз вообще этот коллективно становится недействительным, его нужно начинать заново. Имеется в виду вот у этой личности одной намаз становится недействительным. Говорит, Почему? Потому что угроза, которая в этом хадисе пришла, указывает на запрет. А запрет указывает на что? На недействительность того, кто этот запрет совершил нам. И это действительно самое правильное мнение в этом вопросе. Если человек опередил имама в намазе, намеренно опередил его без уважительной причины, и затем не вернулся нам, даже если он вернулся обратно в то состояние, в котором находится имам, его намаз уже является недействительным. Почему? Потому что намеренное опережение имама в намазе портит его следование за имамом. Вот это ясно или нет? Это что касается опережения. То же самое касается чего? Запаздывание. Если человек запоздал за имамом на один рукон, на один столб, так что имам уже ушел, например, на поясной поклон, а человек до сих пор стоит, и потом имам закончил этот рукон, этот столб, то есть встал с поясного поклона, так, и человек не успел намеренно, не пошел на поясной поклон до сих пор, то его намаз тоже становится недействительным. Это не шало, а ясно. Если же он опоздал ненамеренно, то есть что-то случилось у него, и он не смог уйти в поясной поклон по какой-то причине, так, и имам уже встал с поясного поклона, и даже если он ушел в земной поклон, суть, чтобы человек отставал от него ненамеренно, тогда что нужно сделать? Тогда человек должен догнать своего имама. Должен делать эти движения быстрее, чтобы догнать своего имама и продолжать за ним следовать. Если же человек опоздал на целый ракаат от имама, по какой-то причине, на целый ракаат опоздал, то он должен этот ракаат возместить после намаза, если сделал это ненамеренно. Опять-таки, если он сделал это намеренно, то его намаз недействительный. Если сделал это ненамеренно, тогда он должен возместить этот ракаат после намаза, как будто бы он его не совершил нам. Говорит, алистимбатат минал хадис. Какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Истимбат — это выдвигание, выбирание, взятие определенных полезных моментов из чего-либо. Истимбат называется. Говорит первый полезный момент. Указание на запрет поднимания головы земного поклона раньше имама. И угроза, которая пришла относительно этого, указывает на запрет этого действия. Потому что Аллах и его посланник не угрожают чем-либо серьезным, кроме как на то действие, совершение которого является запретным. И Всевышний Аллаху сп. в этом хадисе пророку с.а. передал о том, что угроза этому человеку, что его лицо или его голова могут быть изуродованы. А это является одной из самых серьезных угроз относительно человека. Говорит второе. Говорит, в это же самое постановление входят другие действия в намазе, не только земной поклон. Также если человек опередил своего имама в любом другом передвижении в намазе. Говорит, это не только как аналогия. Говорит, кроме аналогии других действий в намазе на земной поклон, есть еще, говорит, достоверный хадис, который приводится у Аль-Баззара со слова Абу-Гурейра. О том, что пророк с.а. сказал. Тот, который опускается или поднимается до имама, говорит, его чуб в руках шайтана. То есть шайтан им управляет, поднимает или понижает его в намазе намеренно, раньше кого имама. Из этого хадиса что берется? Что не только поднимать голову раньше имама запрещено, но и опускаться в какое-то действие раньше имама также запрещено. Поэтому любое действие раньше имама в намазе является запретным нам. Что касается делать действия вместе с имамом, то это является нежелательным. То есть если человек уходит в поясной упаковке прямо вместе одновременно с имамом, это является нежелательным. Но если человек такое сделает, то его намаз остается действительным. Далее. Третий уйжуб мутаба'ат аль-ма'мум лили имамик и салла. Из этого хадиса берется обязательность ма'муму следовать за имамом в намазе. Четвертое. Инналь джаза мин джинсаль амаль. Указание на то, что наказание соответствует деянию. Тахина канар рафру фир раз. Раз, говорит, человек поднял перед имамом свою голову, джузия билю аид бил масхи, то ему угрожает угроза изуродования именно чего? Именно головы. Раз поднял он голову раньше имама, то и, соответственно, наказание угрожает в голове. Говорит. Почему, говорит, тот, который опередил имама, ему угрожается или идет относительно него угроза на изуродование в образ осла? Лима бейнау бейнау бейналь химар минал мунасаба'а минал мунасаба'а уащиб филбаладу алгаба'а. Потому что между этим человеком и между ослом есть мунасаба. Что такое мунасаба? То есть связь уащиба и схожесть филбалада. Балада это глупость, тупость. Габа тоже глупость, тупость. То есть примерно одинаковые два слова. Лянна лмусабих изакана яаламу анну лянян сарифа минал салах падла имамии. Потому что если тот, который опережает имама, знает, что он все равно не выйдет из намаза раньше имама, фалеса гунака натича филмусабаха. А значит нет никакого повода для того, чтобы опережать имама. Фадалла ла габа'и и валафи аклихи. А раз он все равно опережает, это указывает на его тупость и на слабость его разума. Вот это ясно или нет? Далее. Шестой полезный момент. Также то, что человек опережает имама в намазе, указывает на то, что он желает быстрее выйти из намаза. И совершение намаза для него тяжело. А это является болезнью. И лечение этой болезни заключается в том, чтобы человек вспомнил, что все равно он не выйдет из намаза и не даст солян раньше имама. В любом случае он закончит позже своего имама. То есть это все равно, что человек едет на поезде и отправляется с последнего вагона в первый вагон, думая, что он доедет быстрее. Так или нет? То есть то, что он перешел в первый вагон из последнего, результатом этого не станет, что он доедет до своего населенного пункта быстрее. То есть дело является каким? Является бесполезным. Здесь то же самое примерно. Говорит... Говорит, угроза и выполнение этой угрозы, то, что образ человека или его голова превратится из образа или головы человека в образ или голову осла, говорит, превращение или притворение этой угрозы в жизнь, амрун мумкин, вещь возможная. Это является одним из видов изуродования. Превращение одного объекта в другой. Но говорит, чтобы такое произошло, к нам не передавалось. То есть в книгах такое не передается, что такое произошло хотя бы однажды. И вместе с этим нужно упомянуть, что в книге Тариху-ль-Багдад, у Хатриба-ль-Багдаде передается история о том, что один из мухаддисов рассказывал хадис за занавеской. Всегда рассказывал своим студентам хадис за занавеской. И один из студентов однажды спросил, почему ты прячешься от нас за занавеской. И он сказал то, что однажды он легкомысленно отнесся к этому запрету пророка, и поднял голову раньше имама. Его голова превратилась в голову осла. Поэтому он не показывался перед людьми и рассказывал хадисы людям за занавеской. И, насколько мне известно, и с над этого сообщение хорошее, которое годится в доллар. И возможно то, что смысл этого хадиса в том, что голова его превратится в осла, то есть он станет таким же глупым, как осел. Может быть, говорит, имеется в виду это. Но такое разъяснение не годится в данном случае, потому что пророк, салаллаху ассаляму, указал именно на физическое превращение головы одной в голову в другую, а не просто в смысловую. То, что человек станет глупым, как осел. Вот это ясно и нет. То есть такое истолкование требует довода. Но на это довода у нас нет.